Коронавирус 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 обращаться за медицинской помощью. К тому же сейчас в регионе эпидемический порог заболевания ОРВИ среди взрослого населения превышен на 70%. Неспечительность профилактика – это проветривание помещений, нужно через каждые 2 часа периодически проветривание помещений, ношение масок, правильное ношение масок заключается в том, что каждые 2 часа их надо менять, избегать скучности помещений и не посещать массовые мероприятия в период ОРВИ. И также это не спешить, предоставить закармливые организмы и прием витаминов, поливитаминов. Тем временем в ульяновских турагентствах поток посетителей не уменьшился. Горящие туры по-прежнему пользуются популярностью. Снедился спрос лишь на раннее бронирование. Коронавирус, заявляет нам директор одного из турагентств, не влияет на продажу, а лишь меняет ее структуру. Люди боятся не самого вируса, а мероприятий карантинных. То есть в Европе закрываются многие музеи, вот кто слышал, и другие какие-то крупные мероприятия, выставки. Там вирус никого не пугает из моих туристов. Еще такой момент, люди боятся, что по приезде их могут посадить на карантин. Особо обеспокоенным, но планирующим отпуск в ближайшее время туроператоры советуют тихие страны, например, Кипр или Болгарию. Как считаете, стоит бояться вообще ульяновцев, в том числе? Дойдет до ульяновского коронавируса? Ну, насколько мне известно, около половины людей, которые им заболели, они выздоровели тем, что просто подавляли симптомы заболевания. Соответственно, умирали от этой болезни в основном, ну, старые люди там, или наоборот, маленькие. То есть я думаю, что, ну, грипп этому миру куда больше проблем принес, чем коронавирус. Бояться не боюсь, но стараюсь руки мыть. А что знаете о коронавирусе конкретно? Ну, что, что передается. Вдруг от человека ты, от человека. Считать это опасно? Нет, стоит ли опасаться ульяновцам в том числе? Ну, меры предосторожности нужно соблюдать, а паники нет. А какие меры предосторожности? Руки с мылом мыть. Лицо, нос. Каждые 15 минут выпивать по глотку воды, чтобы горло было постоянно влажным. То есть вы так делаете? А как же. А как еще? Вообще стоит вам беспокоиться в целом ульяновцам этому миру? Нет, ну, нет. Говорят, что дошло до Москвы. Ну, вы верите в это? Ну, как сказать, ну, погибло очень много людей от этого заболевания. А вы паникуйте сами? Вам страшно? Ну, не очень. Но все равно заболевания страшные. Опасаться надо всем. Профилактические меры еще никто не отменял. Ношение в местах скопления народу масок обязательно. После того, как присутствовало где-то в скоплениях массовых людей, прийти обязательно нужно умыться, обработать нос, руки. С мылом дважды можно. Со спиртосодержащими препаратами. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова